итак привет всем пациентам нашей психиатрической клинике а с вами добга и мы продолжаем играть за российскую империю в кайзер шизу у нас уже пришел классе кирилл первый у нас уже есть прекрасных единое и неделимое но мы немножко конечно сам для разделены и совсем не едины но мы это исправим так что поехали и так как политическим фокусом все сделали в принципе у нас тут есть вот это можно попробовать типа уже начать войну но конечно прям сейчас мы не готовы нам нужно перед этим взять будет баф у нас есть вот тут плюс manpower вот здесь вот минус 10 процентов при расхода припасов это супер круто и смотрите-ка еще один баф который я сразу не заметил но тоже очень сильный 500 припасов каждом регионе то есть в каждом из этих регионов мы получим плюс 500 возможных припасов а я вот думаю а нам есть смысл сделать сейчас или может сделать потом да ну вот я думаю счет потом но понимаю что блин типа делать когда будут здесь тоже будем но как-то типа плевать уже не интересно здесь уже на припасы как-то без разницы это наверное это нам сделать надо пораньше ну и конечно же сразу начнутся милитаризации и я вижу да у нас нет отдельных фокусов для воздуха у нас только вот здесь вот есть авиабазы но это нам не интересно от бонусы исследование 2 на исследование истребителей это нам интересно то есть как раз таки вот там все техи которых еще нету возможно это было бы нам реально интересно до воздушный так 3 тоже не супер интересно но в теории что давайте до сюда пройдем у нас что у нас строится уже военные заводы у нас потихоньку увеличится армия конечно хотелось бы добавить самолетов но надо понимать на самом деле одну простую истину нам здесь вот эти самолеты не подойдут радиуса у них будет не хватать на вот эти регионы но но потом вот здесь вот скорее всего нужны будут как раз таки и как бы ну первые самолеты легкие самолеты поэтому тогда решить нам и подумать куда мы во что пойдем в то же самое что мы делали на америке там получились очень забавные самолеты которые работали но опять-таки они стоили очень дорого нас таких ресурсов наверное нету или бы делать обычные истребители-штурмовики ну пока что еще рановато пока что мы еще их не делаем нас еще есть время подумать так сепаратизмом перри у нас нету отлично все областине не должна рассчитывать отлично это мы убрали и у нас еще должно убраться а уже что-то еще было на что тоже убралась следствия чистки тоже скоро берутся в принципе о генерал антархисты сбегают из россии к нам пришли ребята вот уже пришли по моему нам еще нужно было должен были щекот накинуть ну ладно так здесь вот у нас проблем с там же не больше нету когда мы здесь моторизацию сделали нас при этом грузовики даже не горят здесь что отлично то есть там мы здесь будем нормально чувствовать другой вопрос вот эти ребята я думаю они здесь и не будут чувствовать нормально мы можем уже начать взламывать кстати говоря у них рептологические то есть данные ну долго это будет но я не знаю когда я нападу верно и что мы хотим начать с чего я вообще хотел manpower а побольше это вот сюда нам до фактор военно без населения давайте сюда и пойдем сразу и мы можем подключать все доктрины по классике я думаю к войне мы может даже вообще все выкачаем с нашим приростом опыта вообще вообще тут ведь есть такой вот раздробленный военный штаб и нам бы на самом деле напасть на них когда у них еще будут дебафы да потому что но 20 просто вы написано это не сильно интересно но вот восстановление лимит капитуляция поддержка войны это звучит интересно другой просто что он принципе сколько там лимита и по иной поддержки потому что все равно она будет дойти вот до сюда скорее всего ну посмотрим еще еще я нанял разведчика у нас вот здесь вот политических действиях я всегда забываю что в этом моде то есть надо конечно нажимать у нас будет шпион можем еще что-то шпионами поделаем ну как то же качаем еще одну доктрину кайф мы в принципе уже почти все по ним сделали он же не не будет скидок на доктрина верно имеют навсегда ну да можно в принципе уже качать и дальше и вот сюда мы выйдем я думаю опять таки вряд ли у них там танков много поэтому левая дока нам пока не нужно и воздуха у нас самих тоже нету тут еще один мем у нас вот этих самолетов то и не было но вторых средних давайте их исследуем и наверное начну их производить той простой причине что а мне нечего больше производить у меня типом павор очень ограничен да я все равно только ограниченное количество людей могу выставить в армию дальше расширять я пока еще даже и не могу да и не хотел бы а вот авиация вполне себе неплохое вложение нашего монпа выраст что останется и наших загаре военных заводов тоже что останутся в организованной дивизии нам не сильно интересно вот военный завод интереснее звучит но вот это нам наверное нужно давайте начнем верно так пойдем и россила россия завоевала вот это вот райлиский сиан что допустим таких ребята вот этих ребят еще следует нам бы это нам бы что-то начать уже делать точно так что щас да как я сказал мы выйдем вот в эти бафы и наверное после этого мы уже пойдем по уроке мятежа клочек а потому что ну забав конечно приятный нам прямо сейчас он нам так сказать не нужен будет я уже мог бы начать войну в принципе у нас появляется войны вот и но мне их просто некуда засовывать пока мы не изучим нормальные средние самолеты их не сделаем можно на самом деле в принципе ради эффективности межвоенных лет какие-то самолеты поделать но это конечно плен на это на самом деле опыта авиационную так что наверное не стоит еще я подумал что нам было бы неплохо исследовать опыта который мы немножко забыли да и вообще госпитали потому что на смен power не так много возможно когда мы объединиться что будет уже побольше но прямо сейчас маловато но я был бы не против добавить ну что что давайте пойдем уже вот сюда мы уже можем поэтому давайте-ка красивая зима да сейчас будет вот михаила дирекса ее он блин он сменил правительство и умер как неудачно ну ладно жалко конечно у нас и вот этот парень становится главным получаем опыт скорость строительства бункеров и максимум планирования кстати говоря максим планирования конечно нам немножко пригодится но не слишком я думаю у нас вот здесь вот есть резервы но я не думаю что есть смысл сюда отправлять потому что здесь так ширина фронта но будет небольшая пускай не про саде послед если вдруг будет необходимости конечно же их отправлю но иначе я думаю наверное не стоит и мы это сделали делали россию избимой так сказать давайте-ка вот сюда выходим и смотрите мы уже можем напасть с первенчайся правительство о мы уже и можем это сделать трансамур трагается в иркутс давайте то они нам сделают узнаем россия подчиняется а на терпилочах отлично теперь вопрос что нас по снабжению а есть иркутск который дает снабжение отлично давайте-ка занимаем новые позиции вот так так временная пресса в иркутске блин а нужно ли нужно ли а почему это у нас не национальная территория хороший вопрос давайте раз есть решение почему нет временная столица в иркутске это стоит риска стабильность ли столица их не национальная кайф это мне конечно нравится забавно ну что ж сейчас войска у нас немножко доедут планировали 5 таки перед нас соберут и мы в принципе будем готовы принципе я думаю мы уже готовы тут вообще даже войск пока что нету поехали из 14 дней мы начнем возвращается россию истинному нашему императору кириллу первому и хорошо просто здесь чей ладно вот сегодня проходим а все думал здесь видите вроде как нету красных линий но но проходим или нет а вот ответ есть непроходимо окей и вот на сибирской армии движется на запад фокус пропущен в день сходной войны вазит да все одна дивизия нас встречает пограничная больше там и нету и мы просто спокойно сейчас заходим на территории возвращаем наши собственно говоря краски территории что мы хотим еще сделать тем временем уже вот это что-то поделать это не сильно не интересно это же есть фокусы полезные которые мы этому сделаем давайте наверно в пвс тогда пойдем что там еще остается у 30 дней до полного взлома российской республики думаю это к серединке войны мы это сделаем приглашение от японской империи надо подумать кстати говоря я согласился и я еще посмотрел что мы можем просто выйти потом и вроде как все будет отлично у нас да они там возмустятся но типа что они нам сделают также попробую двумя движения нас пробиться но удачи пока что мы будем получать очень реальные очень реальные бонусы ресурсы строительства тнп как бы это очень крутые бонусы поэтому да пока что они нам очень пригодятся мы можем присоединиться к исследовательской группе общей это значит тоже полезно на самом деле избавка к следованию опять-таки это тоже мы всего можем выйти просто покинув сферу так что я не против и пока что вообще нет никаких проблем у нас вот здесь вторжением ну очевидно что одна из главных причин то потому что здесь войска еще все не прибыли а мы все-таки пользуется элементом некотором неожиданности пресс вряд ли это было прям сильно неожиданно но тем не менее и даже авиация на виде немножко будет помогать ну совсем немножко я чувствую пропущу мы сколько сможем в идеале бы нам конечно да вот красноярска наверное самое интересное что пункт сомжения не в красноярске чуть дальше вот до этого пункта бы запушить да а в идеале бы еще вот этот и как бы там остановиться но пока что мы здесь стоим и нам принципе это устраивает вас а еще думаю на всякий случай давайте укрепим границу с монголией а то я помню там всякие разные интересные фокусы есть на монголии было бы очень неловко если они внезапно нас как-то атакуют вот если они нас атакуют нас там будет армия это будет очень даже ловко и так я понимаю что потихоньку наше наступление останавливается как замедляется я бы сказал таки медленно передвигаются к фронту но в целом пока что еще пушим через некоторое время возможно мы остановимся но я по крайней мере уже перехожу с фанатического наступления на ручное как бы думаю надо самому здесь всем позаниматься пока что но в целом видите пока что еще прогресс есть только единственный вопрос все танки наверно вообще не пробивал ну вот хороший вопрос на так и есть то в дивизиях очень не хватает я вот теперь добавил но конечно то некоторая затяжка и она скорее всего нам будет с этих трех прогрессов из нас полевой госпиталь давайте сразу исследуем новый тех это человеку и полевой госпиталь давайте-ка вот сюда выдадим вместе этому с пв и пт о потом номина вот сюда не хватит точно сейчас на принципе и на вот это поддержку не хватит но пускайте здесь давайте-ка остановится и получит все свое снаряжение новое по возможности он щебоняк стигра хочет что-то подарить без проблем ребята дарить все что угодно и мы можем следовать стать себя она это нам не трясут это интересно чтобы двигаться на запад нас поддержка и на сотку у них 79 они воевать конечно не так хотят как мы вот у нас есть некоторые минусы но в целом они реально покрываемые вот сюда проблема с поставками имеется до на самом лануке желтые к желтой коробке еще можно жить с желтыми главное говорится чтобы не было красных немножко здесь границы сломается каждый раз ничего эти пускай обучаются этих ям тоже северят до обучил в идеале ну не уверен насчет этого они кстати говоря не горят надо бы выбить у них пункт снабжения да возможно они поймут что снабжение тоже важно на же проблем с снабжением особо быть не должно это мы сделали можем вот в принципе качать еще нет пехотных плюс одно начинается вот это вот гачи мучи в сибирских горах наше любимое кино и с монголи еще воюет россия господи это интересно я бы кстати говоря тоже с ней повоевал это что-то на момент есть общий враг но но в монголе тоже наш враг надо понимать поэтому нельзя давать им скидку и вот мы доходим до момента где нас припасов еще нету поэтому нам нужно что нам нужно просто допустить еще дальше отступать еще дальше вперед чтобы дойти до места где у нас припасы будут сможет говоря уже прощать приспособлен с нашему парню и конечно его покачаю очень неплохо снизит штрафы провинция вот здесь их как говорится много здесь куча лесов здесь какие-то горы везде холмы что-то такое неприятное для нас монголик то у нас будет жить что что странно случилось возможно не потеряли провинция на которой у нас был клайм либо что такое не могла же пройти слишком мало времени прошло странно но допустим еще надо понимать что у нас приспособлен здесь на фильм маршале то есть технически у нас штраф за место да их по моему просто вообще не то верно атакуем в лес здесь должно быть минус 40 но у нас здесь минус плюс 30 точнее до уменьшения штрафа здесь плюс 15 и здесь еще где-то где-то тут еще было вот она плюс 5 то есть там мы просто наплевать что это за территория и это круто самом деле растирование реки понятно все еще применяется потому что но мы не форсирование речки отменяем штраф от территории как раз таки но как минимум территория не влияет это очень сильно то есть вот даже если мы таком сюда из минус 27 вместо это 50 подождите к 32 и 5 да правильно понимаю 22 и 5 процента немножко не так моя математика в голове работала здесь допустим подождите 15 процентов а что ты еще посчитал да не так это а это это был снег какие вот 15 процентов мы типа поглощаем на 50 процентов уже нет кей немножко странно к эта математика получилось но допустим нам заспавнили две моторизованные дивизии лет но реально ну что это ну то это плюс 1000 в пехотке 360 грузовиков и 15000 пауэра нам заспавнили что я могу сказать а ешка бы эти начала воевать слушайте потихоньку потихоньку там мы их ужин дальше красноярск наш минусинск наш кемерово подходим там будут сомнения да там кемерово томск но николаевск постепенно постепенно мы идем на запад и нас не могут остановить на самом деле есть еще одна докторинка а еще арга кайф этот нам все надо у нас очень боеспособны дивизии на 5 кишки используют как обычно видимо какие-то грустные шаблоны а что я могу сказать у них реально проблемы с дивизиями и я еще вижу с припасами а это приятно мы сейчас вот заберем здесь вот припасы и ближайшие будут у них очень нескоро на севере конечно и у нас тоже будут нескоро получается но наверное мы как-то будем постараться игнорировать север и этичество вот здесь ну наверное да у нас есть кб на монголию я думаю пора надо бы с ним тоже разбираться они тоже владеют частью россии ну слушайте с птуо стало чуть-чуть получше она видеть еще не все поступило скорее всего просто поэтому на сниженные статы от птв идут но вот как уже уже получше потому что уже мы хотя бы носим по больше урона по ним так что нормальному был понятно что нам еще нужно то заполнить но мы хорошо двигаемся это направление мы с монголией конечно все достаточно просто что нам бою теперь на три фронта и как бы ну земля им пухом как говорится по этим собственно говоря конины на сигаре готов взлом россии но наверное я бы пока не хотел его нажимать нас горят разведано к сожалению не дается прям бафа ну ладно немножко не хватает просто видимо прямо на баф держите или никто у них преимущество разведано даке они они просто видят еще больше чем мы видим окей понятно что поделать а мир в огне кайзер воюет кому тут решаем то босс уже джим франция начала то же самое с германией вот там у них конечно война пожёстче будет у нас здесь такая медленная гачи ёбка в горах у них сам такая в равнинах прям солидная вообще если у нас здесь вот по одной дивизии как я вижу не смотря на то что у нас как бы но здесь не очень хорошо с припасами им хватает просто потому что они живут черт 8065 причина эти минуса вот так надо играть минус 37 с половиной процентов это база а база как говорится кормит поэтому даже подставкой не нужны и мы докачиваем наши доктрины полностью наземные супер надо будет приказик немножко паре дачи то мы уже дошли до него что он меня не может не радовать эти раза до петрограда его запланируем конечно идти нам туда еще очень долго видите сколько мы только всего лишь захватили процентов хотя казалось бы уже но два раза увеличили территорию и кстати говоря очень большая проблема это то что видите здесь мы как бы должны это все гарнизонить это неприятно сказацкий тизе которые имеют отличный стат на на подавление что бинда давление 18 лучше чем обычной кавалерии кайф им еще военной полиции добавить вообще как будет слушать а давайте только единственное поставим тайную полицию все-таки я думаю будет резонно и вот надо тоже начинает войну с интернационалом ну что ж удачи им но у нас в этот война своими проблемными ребятами и мы в ней очень неплохо побеждаем я вам скажу 300 тысяч потерь на 500 и на 50 тысяч потерь вообще неплохо стало опытные военные теперь у них они отстал и блин на ширина фронта минус 10 это очень интересный баф который позволяет какие-то забавные билды наверное делать сибирская война о сибирская война я так понимаю вот видите дебаф изменился потому что мы начали побеждать у них тоже у нас есть сибирская война который дает нам баф и них она была напомню им тоже сразу давала баф и теперь а теперь пиздец 30 истощение 30 скорость дивизии он защите минус 20 когда нам накидывают вот столько земля пухом зал бы я если бы хотел чтобы не победили так что земля металла мы я думаю можем нажать эту кнопку чему нет раз мы начинаем масштабное наступление уже и мы можем вот так вот еще начать тоже принципе вот только такие битвы конечно меня устроят а то они любят начать одну в три дивизии таку но в остальном как бы да окей пускай наступает везде теперь мы готовы с монголии бы конечно побыстрее хотелось бы этому конференция фальфакси провалилась он коли не знаю получится ли прям побыстрее конечно спешим стоят 5 дивизий ждут пустую провинцию занять приказа их бюрократия но мы движемся с монголи что могу сказать вы движемся но конечно да не спеша но уже близко ближе намного чем по крайней мере с россией и нам бы что-то поисследовать я бы хотел наверное танки начать исследовать параллельно и вообще нам нужно было бы воздушный модуль исследовать раз мы делаем уже самолеты знаете что не хватает очень не хватает еще ячейки исследовательской и посерьезно три ячейки господи тридцатый год настолько все они исследованы вот мы чуть-чуть все растянулись как я и говорил ведь вот дошли до момента когда у нас опять припасов нету надо значит побыстрее к омску пробиться там будут припасы и мы таким образом у них заберем припасы на у них еще вот отсюда идет снабжение хотелось бы не остановиться и набрать конец планирования туда-сюда вот это все но я понимаю что если остановлюсь то и они смогут тоже восстановиться а этого я позволяю себе никак не могу и кроме того мы перестанем получать припасы сами надо обрезать им кстати говоря вот эту же д было бы очень я думаю неплохо это сделать и вообще вот этот пункт обжить уже было бы очень неплохо взять и этот он должен посыпаться у них после этого если бы у них не было вот этой же днаю и кстати говоря а у них она есть неудачно что ж давайте апать узкие миска места тем временем вот здесь вот мы отсюда ведем снабжение поэтому давайте пола вылапаем здесь все нас тем более концерна это может только военные заводы в новых территориях в целом это как будто интересно но по факту нам сильно много не нужно и принципе мы захватим вот это все чудо а снабжение нам сейчас здесь в принципе может пригодиться нам нужно реально быстрее заканчивать с этими ребятами по той простой причине что мне это армия уже надо на юг очень на юг на запад вот сюда ведь на свете фронт какой широкий расстановится одна армия это уже не может сдерживать этого мне вот здесь вот воевать вот за такой фронт не за такой даже потому что мы захотели часть монголии вот 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 такой вот фронт здесь был он увеличился раза в три нам нужно хотя бы эту армию туда назначить так что давайте-ка вот так и нам в теории не нужно будет хватать тибет да потому что монголия это великая держава давайте на третьей скорости ребята поехали как можно быстрее а здесь уменьшаем так сказать агрессивность до 2 планочки у нас все говорят вообще некоторые дивизии вообще имеет ветеранов много кто регулярных и потихоньку докачиваются но есть еще и обычно их бы конечно докачать уже что имеем то имеем я думаю давайте остановимся таки фронт уже уже пора и наверное я бы отдал эту территорию за даже желтый фронт мы не можем дивизина все это поставить вот так сделаем наверное по возможности очень-очень на юг он растянулся давайте как как-то вот так сожмем пока что посмотрим дальше чуть-чуть осталось совсем монголия скопнет и мы сможем после этого наконец таки здесь фронт сделать пока что мы перешли в некоторую оборону но такую уверенную в принципе не пушит а только тратит ресурсы это помнить что у них там видите дебафы жесткие все еще так что не очень не что-то получается но нас не прикрытый фланг так сказать туз туз не прикрыт надо надо что-то за дело с этим убитых очков распоряжение 0 она уверен так являться это будет 0 да вы что увеличенные инвестиции вот это все говоря начинается вмешательство которое я помню что-то нам только политку ржет опять-таки пока что плевать но вот если что-то поменяется тогда было бы конечно неприятно опять-таки а пока у нас есть вот это это полезно мы не сильно что-то хотим менять когда уже начнутся какие-то плохие вещи конечно же не дадим им на нас влиять и кажется ли они отказались просто капать по веначков 0 они как лишь когда будет 0 их уже не осталось национальность территорий где как ле автокап говорится что это такое вот я вижу что-то провинцию которая вроде как национальная но это не точно совсем ну да вроде национальная эти нет если из-за вот этой провинции не капает это будет просто какая-то чушь но допустим простите по всему на их надо было прямо на сто процентов купировать капнуть это я я я не знаю что сказать это просто ну ну да это да надо закатить каждую каждый холм каждую травнину каждое все уже это ужас но ладно мы зато это сделали уже здесь войну закончили получили сетях сигаре неплохую часть китая на самом деле прям равно здесь население немало хотя пробки нихрена нету так что ну так ну ладно но случае самое главное что мы получили свободную армию теперь иннокентий наш кеша какие-то же кеша наверное да не уверен идет наш туз так сказать прикрывать на кенте можно верить я уверен этому человеку этому человеку можно доверить свой туз а мы переходим вот сюда теперь все господи что же начинается у нас вторая стадия войны но продолжится она уже следующей серии мы уже контролируем я пскал большую часть это российской империи но но надо понимать что вся промышленность здесь так что мы контролируем только пустышь ты не сибири так сказать можно сказать вообще там нету пустынь но вы поняли с вами был тугай подписывайтесь если вы еще друг не подписаны лайки комментарии ребят диск корт вещь все как обычно до скорых встреч пока